Девушки отдыхают 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 за месяц пользование холодной горячей воды где-то 112 рублей, а по счетчикам получается 720, то есть 608 рублей я каждый месяц переплачиваю, и в итоге получается за полгода я заплатила 3648 рублей лишних, может вообще в ванну не принимаете, подождите, а ведро, ведро, вы говорите ведро холодной воды в день, да, я трачу ведро холодной воды, ну от силы два ведра, два ведра, пол ведра, получается, а от вечица, она же постоянно в душе моется, да не по одному разу, а по два, 15 минут в вечер, 5 минут утром, получается 400 литров воды в день. Мне кажется, это нормально душ принимать, нет? А как вы одним ведром-то обходитесь, воды-то холодной в день, и почему вы сказали, что оно вам бесплатно достается? Можно я расскажу, ваша честь, откуда это бесплатное ведро? У нас внизу есть кран на первом этаже, который предназначен для уборщица, который убирает наш подъезд, так вот, Серафима Трофимовна, уважаемая истица, она ходит туда, периодически набирает это ведро бесплатно. Да я просто экономлю, у тебя получается расход? Это ведро, типа, бесплатное, какое же оно бесплатное? Оно, да, оно по счетчику, по индивидуальным, по нашим, оно не учитывается, но оно потом распределяется на общий дом, потому что уборщица убирает, и как бы эти траты на весь дом. И получается, что вы эту воду крадете? Нет, 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 истец, истец, копейки начинаете считать вы как раз, а не ответь. А вы мыться тоже ходите туда к уборщице? Мыться-то как бы, куда ходите? Я объяснила, что я моюсь четыре раза в месяц, набираю ванну, 150 литров, у меня ванна получается 22 рубля 50 копеек, и в месяц на 90 рублей. Перерасход по воде составляет 608 рублей в месяц, 3648 рублей за полгода. Вы меня простите, пожалуйста, истец, а вот, ну вы в туалет-то ходите? Ходят, да. Вы знаете, я хожу в туалет и смываю один раз вечером, и от вечица, она каждый раз ходит, тринадцать раз смывает, а это получается пять в день. Она не терпит, она просто это все оставляет и смывает в конце дня, это бесплатно, ведра и воды, ну это же премьер, готова каждые пять литров спускать в унитаз. И антигигиену, это же неэкономно, понимаете? А посуду вы как моете? Да не моет она ее, плюнула один раз и протерла. В горячей воде у нас тазик есть, и я, кстати, Ольга Борисовна тебе тоже красивый тазик подарила, а ты посуду прямо под краном моешь. Под каким краном, ваше честь? Ну потому что она кухня под краном моет. Ну это вообще абсурд, это бред. Вот получается расход в душе, потом в туалет каждый раз смывают, да еще под краном моют посуду, вот это и набегает. Я должна в этом средневековье жить, как вы, ходить весь день, копить, копить, а потом сливать еще непонятно, что там будет. У нас зарегистрировано два человека, каждый платит за себя, но в итоге, понимаете, у меня расход намного меньше, я все посчитала, у меня все посчитано, все до копейки. Ваша честь, это абсурдные какие-то расчеты, абсурд, полный, абсурд. Оля, дай мне высказаться, общий счетчик стоит, как вечер смыкается, солнышко уходит, я ухожу в свою комнату, у меня свой счетчик работает, смотрю там телевизор и все, что хочу. Не шастую там по этим, общем, смывающей площади, а что же у нее получается? Да вы не смотрите телевизор, вы его слушаете. Чай, кофе, значит, потом начинают мыться, а мытье в душе, это же двойное, понимаете, двойной расход. Это надо и воду включить, и электричество еще хватает. Послушайте, истец, но вы хотите что? Вы хотите, чтобы ответчик так же, как вы, сидела в темноте, за ведром бегала, значит, к уборщице, и один раз в день смывала в туалете? Понимаете, она один раз меня чуть не придушила, когда она меня заставляла бегать за этим ведром, я сказала, что нет, она так разослилась, накинулась на меня с кулаками, но это все просто невозможно. Ну, это средневековье какое-то ваше через день невозможно. Истец, но вы живете в комфортабельной квартире, понимаете, в которой предусмотрено и водоотведение, вода холодная, горячая, свет, ну это, езжайте в сельское место, вообще смывать не надо, поставите себе туалет и за воду платить не будете. У меня документы на свидетельство. Ну вы вот говорите сейчас, ну какие-то вещи уже, ну действительно, не соразмерные вообще, ничему, здравому смыслу. Каждый месяц по 3-4 тысячи платить за то, что я, чем я не пользую, понимаете? Да какие 3-4 тысячи? За своих расчетах у нас запуталась, понимаете? Почему? 720 рублей за воду и 3 тысячи за электроэнергию. Да, уже за месяц. Так, хорошо. Ваша честь, можно мне подать? Давайте мне, значит, право собственности на квартиру и свои расчеты. Вот мы ответим, 16 тысяч. Квитанции, давайте расчеты. Вот квитанции. Самое интересное, что все корешки у меня все мною оплачены. Да, конечно. Расчеты. Еще неизвестно, оплачены они там или нет. Я все честно оплатила. Я слушаю вас. И поэтому я обратилась в суд, для того, чтобы ты мне вернула 7 тысяч 548 рублей 40 копеек. Ваша честь, ну это же невозможно. Пожалуйста, ответчики, я вас слушаю. Я, во-первых, хочу сказать, что по коммунальным платежам я все свои обязательства выполняю. И задолженности у меня нет. У меня есть соответствующая. Ну, конечно, на половину-то не платить. У меня есть справка о том, что у меня нет задолженности. У меня тоже справка есть. Ваша честь, эта квартира, мы в этой квартире 5 лет прожили с моим бывшим мужем. Все было хорошо и замечательно. А потом мы развелись. Понимаете, ну поскольку это общая квартира, естественно, мы ее поделили. Одна комната осталась мне, одна комната осталась моему бывшему мужу. А потом, полгода назад, мой бывший муж гад такой. Вы знаете, что он сделал? Он эту комнату оформил на свою маму, на мою бывшую свекровь. Радка, это ваша бывшая свекровь, естественно. Да, это моя бывшая свекровь. Вы понимаете, она всегда была не в себе, всегда. Она мне то черную свечку какую-то подарит. Извините, у меня есть справка есть из неврологического. Да, конечно. Это еще как вы ее получили, непонятно. То она мне какой-то черный веник подарит, то нижний белье непонятных размеров. А когда она переехала сюда, от просто началась ваша честь. Вы понимаете, она говорит, у старой женщины хочется покое. Не в тот день разделись, ответь. Старой женщине хочется тишины. А у самой с утра до вечера, ваша честь, орет телевизор. Скандалы, интриги, расследования. Да это же просто невозможно. Не только я, слушайте, весь дом слушает, ваша честь. Соседи с ней, у дворый канал, приходили, просили меня, чтобы потише сделали. Там как раз вот такая передача. Так, Ольга Борисовна, давайте к заявленному иску, вот 7586 рублей 40 копеек. Я с этим иском категорически не согласна. Потому что, во-первых, полгода назад, Серафима Трофимовна, когда она въехала, мы с ней заключили письменное соглашение о разделении расходов. У нас есть письменное соглашение. Вас никто не составлял. Что поподробнее? Вы мне сами предложили, ваши чести, это соглашение. Передайте мне соглашение. На двоих, понимаете? А у нее-то. Да как у... И все. Каждый день почти кто-то бывает. То гости, то мужчины, на ночь остаются. А вы что завидуете, что ли? А они, между прочим, тоже в туалет ходят, по 5 разговаривают. А кто вам мешает, как у мужчин? Почему я должна за них платить? Почему я за твои утехи должна платить? За своих мужиков? Ваша честь, я хочу сказать... Серафима Трофимовна, да представьте себе, если бы вы, значит, со собственник-ответчик, и еще те, кто приходит в гости, вообще бы не смывали. Ну вы вообще о чем говорите? Ваша честь, вы знаете, что сегодня... В каких условиях-то жили? Это антисанитаризм. Давайте будем учитывать, что зарегистрировано 2 человека. А получается, что не 2, а 3, тогда надо на троих делить, получается? Ага, на пятерых. Конечно, Ваша честь, вы понимаете, это полный марат. Ну почему? Ну хорошо, у вас соглашение согласно... Ну я плачу. Ну законам тоже предусмотрено, да, как бы если нет соглашения, то все равно делятся пополам общие счетчики. То есть у вас, в принципе, то же самое, что в законе и прописано. Ну заключите вы какое-нибудь другое соглашение. Ну вот вам надо вот это вот оно? Нет, мне не надо, это просто какой-то ад. Вы понимаете, иногда доходит до маразма. Хорошо, она экономит на сливе в туалете. Я считаю, что я расходую воду нормально. Так, я даже вот, я сейчас даже про туалет больше слушать не хочу. Хорошо, что я поняла, я не согласна. Это за гранью какого-то вообще возможного. Нет, а вода-то ведь течет, а счеты-то ведь крутятся, а деньги-то из кармана платят. Так вот теперь в туалет не ходить, что ли? Ну видимо, получается, что так, да. Нет, почему ведро-то стоит, смой? А зачем каждый раз спускать унитаз, и там 5 литров набегает? Что вообще, вот что мы обсуждаем? Все. Ваша честь, я с иском категорически не согласна. Квитанция об оплате у меня есть за полгода. Задолженности у меня нет. Так, давайте в квитанции тоже свидетельство о собственности на квартиру. Да, справка об отсутствии. А еще я хочу сказать, Ваша честь, один момент, что я не так давно месяц отсутствовал полностью. Вот у меня есть электронный билет о том, что я больше чем 30 дней в этой комнате не жила. Это в какой месяц вы отсутствовали? Давайте билет тоже сюда. И что? Отсутствовали и что? Меня, то бишь, меня не было. А когда получила счета на оплату, они были примерно такие же, как всегда. Получается, как же у нас вода-то лилась? То есть вы включили душ, а может вы еще с кем-то мылись? А может вы продавали эту воду? Оля, Оля, я посчитала за полгода. Ну пусть это будет за 5 месяцев. Сумма-то небольшая, 7568 рублей. Как кто-то у нас там говорил, что если мы экономим на чистоте, то мы либо свинья, либо вор? Ваша честь, я их категорически не признаю. Я считаю, что моей вины нет. У нас есть счетчик, у нас есть соглашение о распределении напополам. И нужно в соответствии с этим все оплачивать. Серафима Трофимовна, вы на каком основании просите нарушить ваше же соглашение, которым вы договорились с ответчиком, оплачивать все пополам? На основании фактического произведенного мною расчета. У меня есть еще... А мне вот с этим соглашением что сделать? Вы его что, расторгнуть просите? Почему нет? Вы просите взыскать долг. На основании чего я должен взыскать с ответчика долг? На основании норматических расчетов. Так вы договорились пополам все оплатить. Причем здесь ваши расчеты? Вы договорились. А как вы дальше-то будете? Вы договорились. Это закон вот для вас двоих, понимаете? Вот вы договорились о том, что все оплачиваем пополам. Но это только по электроэнергии, а по воде. У меня получается 112 рублей, а плачу 720, 608 рублей. Хорошо, у вас соглашение по электричеству. Согласен. По воде нету соглашения. Есть закон, который действует. Есть правила, утвержденные постановлением правительства, которые тоже говорят о том, что пополам оплачивается. Заключайте другое соглашение тогда. На основании чего вы сейчас с ответчика просите взыскать эти денежные средства? Я что должен сделать? Ну, тогда пусть она и на своего ухажера тогда платит. Я не понимаю. Потом она замуж выйдет, потом ребенка родит. И опять все на двоих переделить. А что вы планы-то не строите? Когда выйду замуж, это другой вопрос. Суд удаляется для принятия решения. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. В выиске о взыскании с ответчицей оплаты за воду электроэнергию, потребленную в большем количестве, отказать. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования по следующему основанию. Оплата за воду в коммунальных квартирах производится в соответствии с количеством проживающих. Оплата за электроэнергию в коммунальных квартирах и электроэнергия, потребленная в местах общего пользования, также делится между проживающими. Расчет платы за воду электроэнергию для ответчицы был произведен в соответствии с данными нормами законодательства. Изменение системы оплаты за коммунальные услуги в коммунальной квартире, предусмотренной законодательством, между лицами, постоянно проживающими в таких квартирах, возможно только по взаимному соглашению сторон. В данном случае между истицей и ответчицей такого соглашения нет. Следовательно, истицы обязаны производить оплату в соответствии с правилами, утвержденными правительством Российской Федерации. Вот в избежание каких-либо вот таких вот подобных ситуаций, обращения в суд, ваше время, тратить ваши нервы, ну попробуйте заключить какое-то соглашение, действительно. Может из суда станет легче от того, что она будет меньше платить, а у вас просто нервы будут целее. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. В квартире зарегистрировано два человека, а фактически проживают трое. Значит нужно отделить на троих. Буду жаловаться дальше. Я не понимаю, о каком дополнительном соглашении идет речь с этим человеком, который практически впал в маразм. Невозможно никаких соглашений заключать. Я не знаю, что делать в данной ситуации. Возможно, буду меняться, но дальше так жить невозможно. Это настоящий ад. Продолжение следует...